Блин, что же я не так сделал? Доказательства теоремы, заведенные перья, ответ рыба внук. Но почему два с минусом, Людмила Шамировна, почему так? Еще родители из школы, и я не понимаю, что я сделал не так. Ладно, и так сойдет. Ну, поеду получать пиздюлей. Перья же не всегда надо заводить. Она Антона Степанова, что ли, пересмотрела? Не на всех велосипедах это надо делать. Вот здесь зачем их заводить? Тут же для комфорта все сделано. Для комфорта без трюков. Вот это вот правильное решение. Пониже перья, тогда жопа помягче будет. Я их научу, суки. Дин-дон юзернейм. Учебники собрали, в школу пора. Подъем в 7.30. 7 урока сегодня, завтра 9. Сегодня у нас школьный велосипед, детский велосипед для школоты. Представляете себе? Никогда такого не было. Реально никогда такого не было. У нас целый плейлист теперь посвящен необычным велосипедам. Мосгорбайки называется. Вум нау. Каргобайк для детей. В чем концепция? В том, что перья здесь не надо заводить. Вообще, с заведенными перьями очень много всяких, можно смешных мемесов и кекисов и всего. Но на самом деле, эта концепция, она не везде реально нужна. Я, кстати, вот недавно Антон спросил, что такое заведенные перья. Я слышал это постоянно, но как-то не было времени изучить. Теперь я знаю, что у меня перья не заведены. Вообще, в мире детских велосипедов непримиримая идет борьба между желанием купить самые дешевые на рынке велосипеды и желанием купить что-то классное. Классное, оно, к сожалению, всегда очень дорогое. А дешевое, оно, как вы понимаете, всегда очень тяжелое. И, как правило, не ресурсоемкое. Я сейчас живу в городе и вижу огромное количество детей, пацанов, девчонок, которые катаются по району на велосипедах своих подростковых, детских. И они ведут себя в 90% случаев абсолютно не так, как думают себе родители. То есть, покупая детям подростковый велосипед, люди думают, что они там будут, я не знаю, смотреть на него тряпочкой протирать и спокойненько кататься. Но, по большей части, чуваки либо прыгают, либо вообще дичь какую-то исполняют. В общем, велосипеды насилуют. И хорошие велосипеды, даже не предназначенные для того, чтобы их как бы мучили не по назначению, держатся гораздо дольше. На всех велосипедах, на которых нету торсионных нагрузок, то есть вращений, оно там не надо. Вот такое расположение перьев, например, увеличивает комфорт задней части велосипеда, потому что жопа становится не такая жесткая, меньше передает вибрации. Здесь специально сделана прямая посадка, чтобы максимально было удобно ехать на расстояние дома до школы. Не предполагается, что ты на этом велосипеде, естественно, попрешься в лес или будешь наматывать много километров. Все-таки это каргабай для того, чтобы комфортно добраться до школы. Вот такая вот концепция расположения багажника. Я вам заспойлерю, мы так уже делали. Вот, только выглядело это все по-другому. У нас там курьерский велосипед, а это велосипед для школы. И он выглядит не так брутально. Офигенно удобно, когда у тебя груз, вот эта вот тяжелая часть, находится, во-первых, спереди, а не у тебя за спиной. Груз неподвижен, он привязан к раме, как будто бы часть велосипеда. И он не мешает вам рулить. Но поскольку багажник такой длины, как и переднее колесо, с точки зрения именно габаритов поворота практически ничего не меняется. И с точки зрения управляемости, когда у вас маленькое переднее колесо, над ним расположен груз, и он привязан к раме, это очень круто сказывается на управлении. Он алюминиевый, он легкий. Я прям вот свечку не держал, сколько весит, но доставая из автомобиля, я не испытал той боли, которую я уже собирался испытать. Вы знаете, когда подходишь, хочешь какую-то вещь взять, такой уже мысленно как бы напрягаешься, сжимаешься, берешь такой. А вроде и не так все страшно, потому что когда ты видишь столько всего, там багажник такой габаритный, велосипед немаленький, крылья там и так далее. Кажется, что будет больно, но по факту оказывается очень даже приятно. Странная какая-то фраза получилась. Не больно, а приятно. И мать грозила ей в окно. Ладно, это уж совсем не про школу, мы куда-то зашли. Багажник спереди складывается для того, чтобы можно было менее габаритно занимать место на парковке, ну или дома, я уж не знаю. Динамо-фонарики и передний, и задний, это на самом деле классная деталь. Казалось бы, что такого, да, динамо-фонарик. А дело в том, что ребенка навесить дополнительные аксессуары на велосипед довольно сложно заставить. Ну, типа, я лох, что ли, да, у меня фонарик будет на велосипеде. А тут, как бы, у тебя вариантов нет, он, блин, пришпандоринг к заднему крылу, к переднему крылу, и, ну, как бы, за это можно отхватить. Вот, ты это как шапку не снимешь при выходе из дома. Жалко нету такого способа заставить человека или вообще людей кататься в шлеме, что у тебя не будет вариантов его снять. Вот, ну, природа нам, конечно, дала кости черепа, толстые в определенных местах. Но баттинг, к сожалению, только во лбу. Вот, а с велосипеда люди часто падают наоборот. Ну, тут уж, как бы, нужно подавать детям пример и самим кататься в шлемаках. Тогда и больше вероятности, что они последуют вашему примеру. А не так, что ты везде, как бы, делаешь определенные вещи, там, бухаешь и куришь, сыну говоришь, типа, не пей, не кури, слушай, как я говорю, а не смотри, как я делаю. Вот, и тогда эффект будет точно обратный. Вот, поверьте, я и многие все, да все, наверное, через это проходили. В общем, смотри, как я делаю, а не слушай, что я говорю. Это самый лучший вообще способ подавать пример в чем-либо. Он алюминиевый, у него алюминиевый багажник, у него алюминиевая вилка, резина швальбе, классные двойные обода. И если мы посмотрим на даже динамо-втулку, то, как она сделана, сразу видно, что здесь, как бы, есть определенный подход. Естественно, за это нужно платить. Сидение клевое, мягкое, подросткового размера. Такое вот похожее сидение даже могло бы и на BMX стать. А подсидельный штырь лайтовый, фрезерованный, с двумя болтами, тоже хорошо очень сделан. Алюминиевые шатуны, переключатель задний только имеется, спереди одна звезда защиты цепи. Задняя втулка на микроболтах, очень напоминает мне то, что было на Unique. Ну, естественно, сзади кассета, она с покрытием, то есть это все будет жить дольше, чем какие-то более бюджетные варианты. Велосипед на сликах, прям вот реально, это слики, это городской велосипед, поэтому тут как бы в лес не надо ездить. В проселочной дороге-то можно поехать, естественно, но никакой там злой пересеченки. Это все само собой надо понимать. Крылья полноразмерные на нем есть. Переключатель Reva Shift. Вот я, конечно, не совсем понимаю идею Reva Shift, потому что вы как бы держитесь за ручку и оно как бы щелкает, это не совсем моя история. Я предпочитаю триггеры. Ну вот у людей такая концепция, стоит гидра дисковая, тоже очень классно. Есть еще такой вот дополнительный мешок, куда я отправил тетрадку, но сюда много чего можно положить полезного. Проводка тросов вся снаружи, здесь такие довольно брутальные петли прямо на рулевом стакане. Ну и как вы понимаете, рулевой стакан он просто гигантский. Очень жесткий, огромный рулевой стакан, собственно, для того, чтобы спереди можно было использовать адекватно 20-е колесо, сзади 26-е. Флэт маунт тормоза и передний и задний. Не то, чтобы это было прям необходимо, но это прикольно. Это очень по-современному, вообще как бы вот эти карго-байки, это прямо сейчас очень модно, очень актуально, и все стандарты используются самые-самые современные. Спереди втулка на маленьких болтах, это не десятый болт, это болт меньшего диаметра, который через специальную шайбу вставляется в дропаут. Опять же, это все облегчает вес. Точно так же сделаны сзади. Петух съемный, изначально может показаться, что нет, но он съемный. У покрышек флуоресцентные боковины, то есть они будут светиться, опять же, в темноте. Со всех сторон этот велосипед имеет хорошую пассивную защиту для дороги, для тротуара, просто для езды в любое время суток. То есть вы едете, у вас всегда будут работать фонари, у вас всегда будут отсвечивать покрышки. Вынос, реально, я такого еще не видел. Он, во-первых, здесь два болта и петля, удобно снимать, меньше болтов крутить, чтобы менять как-то посадку. И торцевые болты здесь очень хорошо сглажены, спрятаны для того, чтобы не цепляться коленками. Ну и верхняя труба как бы скошена. Это не женский велосипед, это мужской или унисекс велосипед, можно сказать. Верхняя труба просто облегчает залезание, увеличивает безопасность. Опять же, то, что подросткам, детям супер актуально. Это крайне необычное изделие, новый какой-то глоток воздуха, что ли, в велосипедах, когда детский велосипед это не уменьшенная спортивная копия взрослого, а это именно велосипед под какие-то конкретные задачи, с большим количеством деталей, с большой глубиной проработки. И, в общем, снимать про такие велосипеды огромный кайф. Найти вы его можете в закрепленном комментарии. Вам большое спасибо за внимание, друзья. Вум Now 6 катайтесь с кайфом. Пока.